Девушки отдыхают 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Держи его! Держи! Мотай его! Руку заводи! Так! Заводи руку! Держи! Идем! Здесь! Не ушел! Не убег! Держи! 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 Команда по колонне, пошли. Ну, немец он, конечно, все слышал. Хотя темно, дорога у него пристрелена. Только выбрались на середину, он и начал садить, садит и садит. А болото кругом не свернешь. Вдруг, как рванет, впереди в раз все светило, он и увалил. А у каждого снаряда за спиной тут не то что, а просто одна воронка останется, как рванут они в кузове. В общем, выскочил я, вижу людей спасать на машине, не спасешь. Разбегаюсь, кричу по обе стороны, ложись. А он еще болото такое, не замерзает зимой, хоть ты что. Ну, тут не до этого уж, лежим в воде. А у него разведчик поблизости летал, он авиацию вызвал. Ну, капитан это уж ничего не видел у него, руку вместе с плечом вырвало. Я остался за командира, мне же и отвечать пришлось. Мы и опомнить не успели, а начальник особого отдела бежит. А ну-ка иди сюда, товарищ лейтенант. Кто лейтенант? Мне говорит, я же командир взвода. А, ну да, ну да. Курите. 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 Полите. В общем, на пятый день, вот он, шестнадцатый штрафной батальон. Ну, ничего. Кинули нас под деревню Новый Алексеев кудоты взрывать. Подорвали мы их порядком, когда приходит приказ взять деревню. Вот тот призвал меня командир батальона. Твое дело, говорит, пересмотрено, так что можешь не участвовать. Обрадовался я, конечно, что скрывать, но и от этих ребят уходить жалко теперь. Сколько месяц трудов положили. Вы мне, говорю, позвольте остаться. Вот возьмем Новый Алексеевку, тогда уж оставайся, говорит, это по-моему. Да и так тоже подумать. Ведь он мне мог и не сказать, тут каждый человек дорог. Ну, в общем, ночью поползли мы к деревне. Три часа по снегу ползли. Все мокрые. Что вы думаете, взяли? Так вы, может быть, не поверите, меня еще медалью за отвагу наградили. После войны, когда стали меня опять судить, конечно, опять же амнистия вышла. Вроде бы тебе не считается. Ранен был в том бою, смыл, как говорится, кровью. Ну что вы, когда человек говорит правду, как же ему не верить? Да так. Я вот его детей в глаза не видел, а сегодня приснились. А как вы думаете, человека задавить? Старший лейтенант Агеев? Я. Попрошу вас. Здоров. Привет. Распишитесь вот здесь и позовите, пожалуйста, Горобца Бориса Васильевича. Хоробец. Здесь вас. Второй-то раз вовсе по-глупому вышло. Но тут, правда сказать, виноват был. Хотя не настолько, а виноват. Получилось так. Вечером приходит сестрин муж Пашка. Там, говорит, у магазина бочки лежат из-под огурцов. Время голодное, послевоенное, сами знаете, 46-й год. Какое тогда питание? Картошка да капуста у кого есть? А у сестры детишек трое, жили с рубля. Пашка инвалид. Вот он мне и говорит, давай эти бочки махнем, а то капусту на зиму солить не в чем. Давай, говорю, ящики эти, бочки, с родового магазина навалом лежат. Не на чем вывезти. А то свезут за город в овраг и сожгут сутками дымят. Я хоть бы и днем их нагрузил, никто бы ни слова не сказал. У нас это за грех не считалось. В общем, покидал я эти бочки в кузов, еще и третью кинул. Бери, не жалко. Пашка меня тормошит. Только стартер нажал, милиционер бежит, свистит в свисток. А мне что-то смешно стало, как он бежит сюда. Можно я закурю? Подбегаясь к машине ногой на колесо. Так, бочки, никуда не езди. Между прочим, машину он мою знал. О них эти милиции, а с транспортом у них плохо было. Один раз попросил машину навозы подвезти, огородишко у него, картошку сажал. Привез просто как к человеку. А тут переменился. Ладно, говорю, сгружу эти бочки, черт с ними. Нет, не сгружай. Едем в отделение. И становится на подножку, вроде конвоировать меня. Что вы думаете, доставил? Входим, дежурный сидит, тоже знакомый мне, а тут перестал узнавать. Говорит, желает исключительно под протокол. В общем, пришел по повестке своими ногами, а оттуда уж повезли на казенный счет. Хоть бы уж бочки-то были дубовые, а то осиновые. Но, правда, я всю вину на себя взял. Жалко мне сестру стало. Не важно был, Пашка, кормилец, с одной-то рукой. А без него и вовсе куда денешься. Да, если вы из того леса, что я там рубил, бочки поделать, так небось на весь мир капусты насолить хватит. Может, до сих пор солят, не знаю. Вы, слушайте, вам рассказывать хочется. А то знаете, какие попадались. С другой стороны, согласитесь, хорош ли закон, плох, это закон. Нам, прежде всего, не хватает умения исполнять закон. Ну да, ну да, это конечно. Только я через те бочки, вот полтора года назад, впервые супругой обзавелся. Как человеку положено. Как же вы так? Если у вас однажды был факт биографии, как же вы после этого садитесь за руль в нетрезвом состоянии? Ну, случился наезд. А если шофер не трезв при этом? Ведь для шофера это первая заповедь. Да. Я вижу, вы понимаете меня. Граждане следователя, ведь я не пью. Я ее вообще не пью. Я не говорю непременно ее. За рулем достаточные кружки пива. И пиво не пил? Слушайте, Карпухин, не надо. Не пьет только сова. Знаете почему? Не пьет она потому, что днем спит, а ночью магазин закрыт. Поймите меня, Карпухин, правильно. Между нами установились отношения доверия. Так не разрушайте его. Очень важно, чтобы я вам доверял. Не пив я, потому что нельзя мне. Если бы каждый руководствовался словом нельзя, тогда бы и суды не нужны были. И нас, грешных, можно было бы распустить по домам. Я ее боюсь, потому что себя знаю. Было у меня однажды, когда я из заключения вышел, здорово зашибал тогда. Меня даже в слесаря переводили. Может, из парка выгнали бы, если бы не механик колонны. А вот полтора года в рот не беру, жене обещал. Она идти за меня боялась. Молодая, а тут пьющий. На свадьбе и то не пел. Ну, что мне с вами делать, Карпухин? Факты против вас. Сбили? Сбили. Бежали? Бежали. Факты куда девать будем? Ладно. Давайте разбираться. Шаг за шагом. Разрешите? Я относительно делал этого шофера, Карпухина. Дело в том, что возникли некоторые подробности. Даже не столько подробностей, как самооценка имеющихся фактов. Мне, может быть, лучше позже зайти? Вот такие у нас в основном дела. У тебя там другое будет. Ну, я рад за тебя, рад. А мы так живем. Хотя размеры приносимые людям пользы не зависят от размеров города. И большинство людей в России живет не в столицах, а вот в таких городах и деревнях. Ну, я слушаю вас, слушаю. Некоторые факты, казавшиеся Владимира Михайловича бесспорными, столь бесспорными, сейчас не выглядят. Разрешите? Я тщательно расследовал обстоятельства дела. Вот в части допущения того, что шофер Карпухин был пьян. Даже дорожно-транспортная экспертиза дает некоторую свободу толкования его виновности. Ну, был ли он действительно пьян? Так ли это несомненно, как это сейчас признано всеми? Почему же всеми? Вот вами, я вижу, не признанно. Владимир Михайлович, я исхожу из того гуманного положения, что всякое сомнение толкуется в пользу обвиняемого. У нас имеются показания трех свидетелей, видевших машину Карпухина в этой деревне Ракитки, около Чайной, в девятом часу вечера, 14 июля. Один из свидетелей, почтовый работник, запомнил номер машины. Можно считать установленным. Несчастный случай произошел после того, как машину Карпухина видели у Чайной. Однако после не значит вследствие. Ну, я слушаю вас. Слушаю. Да, Карпухин останавливался перед Чайной. Свидетели видели его машину, но никто не видел, чтобы он пил. Нельзя до конца исключить, что он действительно зашел купить сигарет. А между тем всеми принято, что шофер был пьян. Об этом, не дав себе труда разобраться, писала наша газета. В этом уверены все в городе. И мы сами, даже не замечая этого, испытываем давление со всех сторон. То, что при других обстоятельствах нам предстояло бы доказать, мы вынуждены сейчас опровергать. В лучшем случае. Обождите. Какое мы испытываем давление со всех сторон? Нас что, принуждают к неправильному ведению следствия? Я никакого давления не испытываю ни с какой стороны. Думаешь, что и на вас никто давление не оказывает? Да, конечно. Да нет. Владимир Михайлович, да я же не о том давлении, чтобы, понимаете, я не о том давлении, чтобы нас вызывали, давали какие-то указания, вы понимаете? Я же не о том, Владимир Михайлович, вы меня не так поняли. Ну, понимаете, я же не то давление имею в виду. Я же о том. Продолжайте. Пункт второй. Карпухин бежал. Но он не от наказания, он от судьбы бежал. Ведь он дважды судимый. Это так легко понятно. Это был шок. Первый раз он пострадал безвинно. Нетрудно понять его состояние теперь. Я слушаю вас. Да. Да, безвязательно. Наконец, такой пункт. Свидетели, задержавшие его. Было около 12 часов ночи. Я задался вопросом, что в такой поздний час могли делать в поле двое столь разных по возрасту людей. Пастух Чарушин в отцы годится прицепщику Молоденкову. Что объединяло их? И я установил. У Молоденкова были именины дочери. И это событие праздновалось. Вы понимаете, Владимир Михайлович, они были пьяны. Пьяны. Или по выражению самого Молоденкова, оба веселые. А значит, показания их недостоверны. Ну, а инспектор ГАИ? Он же с ними не праздновал? Нет, инспектор, конечно, не был пьян, но легко себе представить, как было дело. Он подошел к Карпухину, когда его держали Чарушину Молоденков. Водкой пахло от них. Но Карпухин бежал с места происшествия и был принудительно, по общему мнению очевидцев, приведен обратно. Инспектору все стало ясно, а как раз это и надо было проверить. А пассажиры, проезжавшие машины, посторонние люди, один из них чуть не избил этого вашего Карпухина. Они же тоже утверждают, что он был пьян. Владимир Михайлович, в таких случаях стоит одному сказать, это как очевидцы, которые искренне верят, что своими глазами видели то, чего на самом деле никогда не было. Переубедить их? Володь, мне, к сожалению, пора. Можете на пару минут. Проводим. У вас обращение. Слушай, Володя, так сказать, не вторгаюсь и не смею, но наша 30-летняя дружба дает мне право, так сказать, на то, чтобы я так... Здравствуйте, 32-летняя. Да, правильно, 32-го года. Шахматная секция в нашем ДПШ, а? Скажи мне, Володя, а почему ты не хочешь показаться врачом? Ты что-нибудь заметил? Не, ну что ли. Люба просела. Она жена, ее можно понять. Здравствуйте. Здравствуйте. Давай договоримся сразу. У меня не рак. Видишь, я не боюсь произносить это слово. Успокой ее, не рак. Никто и не думает. Но проверится... Я все хорошо обдумал. Если даже допустить на минуту. Да нет, ну что ли? Если даже допустить на минуту. Зато грань земное могущество медицины не простирается. Пойти выслушать обнадеживающие сказки, уйти счастливым, одураченным. А за твоей спиной жену будут приготавливать к неизбежному. Но не буду задерживать. Спасибо, что зашел. Добрый день. Добрый день. Давайте все же подведем итог, а то так можно до бесконечности. Значит так. Шофер выехал из дома в дальний рейс. И, проехав первые милицейские посты, остановился у чайной. Но не для того, для чего вообще останавливается у чайной. И где, как мы знаем, есть все промечая. А для того, чтобы купить папирос. Допустим. Далее он сбил человека. И хотя вполне возможно, что тот был еще жив, скрылся, не оказав ему помощи. Он не мог спасти. Смерть наступила через несколько минут. Это вы знаете. А он в тот момент, при всем желании, результатов медицинской экспертизы знать не мог. В каких случаях, мы знаем из практики, шофер пытается бежать. Когда он пьян. И хочет скрыть это отягчающее обстоятельство. Во всех остальных случаях, бежать самому, оставив на месте преступление машину, ну согласитесь, это по меньшей мере бессмысленно. Не мог спасти. Не пытался. А нам предлагают думать, что он был в состоянии шока. Именно он, дважды судимый ранее, должен был остаться на месте и потребовать немедленной экспертизы. Хотите знать, почему он не потребовал? Он бежал от нее. Но допустим. И все же не слишком немного допущений в столь простом деле. Но, Владимир Михайлович, мы знаем исторические примеры, когда всем казалось очевидным. Историю тревожить не будем. Неужели вы не чувствуете тут иные измерения? Иной, как говорится, масштаб. Я чувствую, Владимир Михайлович, чувствую. Но я и человека этого вижу. Он каждый день казнится. Суд еще не сказал своего слова, а он уже себя осудил. А, между прочим, отсутствие экспертизы, это и для него козырь. Он бы мог им воспользоваться. Слушайте, если я давал санкцию, значит, я без экспертизы имел достаточно оснований. Не оказать помощи пострадавшему. Да это само по себе преступление. Статья. Заведомое оставление потерпевшего в опасности. До двух лет заключения. Он, Владимир Михайлович, рассказывает о себе такие вещи, которые могли бы свидетельствовать против него. Например, только рассказал мне это доверительно. Он говорит, что после заключения действительно сильно пил. И его года полтора тому назад собирались уволить из автобаса. И даже переводили в слесаря. Это ваше третье дело? Третье. Первым была преддипломная практика. Вам, наверное, кажется, что это одно из тех дел, которым суждено прошуметь, войти в учебники. Это обычное дело. Ясное от начала до конца. Я понимаю, вас увлекла идея защитить обвиняемого. Одному пойти против всех. Ну, а как уж она возникла, идея-то эта, то и факты под нее выстроились. Меня по-хорошему радует, что вы, молодой человек, сами пришли ко мне, рискуя навлечь на себя неприятности. Ну, что греха таить? Свой выговор иной раз дороже чужой жизни. А вы вот не побоялись, пришли. Понимаю, ценю. Только идея ваша сама по себе правильная в данном случае неприменима. И вы не посетуйте, если я до конца откровенен буду. Смыслом, движущей силой вашего поступка был не тот, кого вы считаете не виноватым, а вы сами. То есть то, как вы один, идете против всех. Вот видите, какие самоотверженные формы она распринимает наш эгоизм. Владимир Михайлович. Да нет уж, вы теперь слушайте, потому что мы с вами обязаны думать не о себе, не о славе, не о продвижении по службе, а о деле. О деле прежде всего и в конечном счете. Даже на смертном одре. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Если вы будете защищать, если будете защищать этого убийцу, от которого мои дети сиротами остались, то ни один честный человек вам слова не скажет, руки вам не подаст. Я никого не защищаю, Тамара Васильевна, но по долгу службы я обязан установить истину. И не могу при этом руководствоваться чувством мести. кастем. Выходит, дави людей, и ничего тебе за это не будет. Так получается. А вы не думаете, как прозвучит, что вы пытаетесь сейчас оказать на меня давление? Об этом вы не думаете. Нехорошо, негоже. С праздником тебя. Что случилось? Что случилось? Видали? Всесоюзный день железнодорожника. Раз. И дочери его полгода исполнилось. Без него за стол не садятся, а он еще спрашивает, что случилось. Ну-ну-ну. Слыхал? Негоже. Каждый до суда судит. Вот. Ну-ну. Маленько надышался. С вечера не куря, а ночью снилось. Будто курю гвоздики, а накуриться не могу. Скажите, Карпухин, как получилось, что вы бросили человека с битой ловами? Да я ведь говорил уже. Нет, все-таки непонятно. Ну, вот я бы на вашем месте. Или кто-либо другой. Что должен сделать шофер первым делом? Оказать помощь. Доставить пострадавшего в больницу. Так? Так я вас спрашиваю. Тогда я за вас скажу. Так. Вы же фронтовик, воевали. Вы знаете, что бросить раненого и убежать самому спастись это предательство. А вы бросаете сбитого вами человека. Бросаете одного на шоссе, беспомощного. И пытаетесь скрыться. Или у вас все же были причины, побуждающие вас временно скрыться? Мертвый он был. А вы откуда знаете? Вы что, врач? Я вас спрашиваю. Раз не врач, как утверждать можешь? Покажи ему в тот момент немедленную помощь, он бы, может быть, и жив остался. Могло быть так. А вместо этого сироты. Гражданка Бокарева. Гражданка Бокарева. Бокарева. Садитесь. Гражданка Бокарева. Вы давали их следователю Сапегина, который по моему поручению допросил вас на месте Можете вы их подтвердить? Почему? Можно Очень хорошо Сейчас ведут этого человека, и вот в его присутствии, поскольку он отрицает Вам надо будет дать свои показания Скажите, Бакалёва, вы признаёте этого человека? Ну да, знаю Какие существуют между вами отношения? У дороги стоим Кто мимо едет, тот зайдёт А вот он заходил к вам 14-го числа прошлого месяца Вспомните, заходил этот шофёр к вам в чайную На 212-м километре Вечером Около 9-ти часов Вечером? Вечером Да, заходил А вы не помните, куда он свою зелёную воду поставил Вот тут трое свидетелей показывают, что она стояла у забора А зачем это вы, товарищ следователь? Сбиваете меня Уж кого-кого, а шофёру грузовика я как-нибудь могу отличить Я вот сейчас встану и иду Я пока ещё вольная И вам такого права, чтобы смеяться, никто не давал Над вами не смеются, а проверяют достоверность свидетельских показаний Проверяют Подъехала на грузовой машине, в окно видела А уж какая она, мне особо-то разглядывать некогда На работе нахожусь, за стойкой Как это вы, бойко всё Язык у вас подвешен Слушай, какой есть? Бойко, бойко А что брал он у вас? Чего брал? Клобасы брал Хлеб ещё дорогу А ещё что? Брал он что-нибудь ещё? Может и брал Разве всё запомнишь? А что вы ему наливали? Водку или пиво? А вот наливать ничего не наливала Ах, не наливала Ну вот это вот ваши показания Вот вы говорили, взял 150 грамм и кружку пива Мало что То есть как? Это же ваши показания Показания мои А это не он этому не наливала Странно, но понимаете ли У вас память устроена от Бокарёва Что брал, вы не помните А что не пил, твёрдо помните А вы постойте на нашем месте И тоже будете знать Кто только так поесть зашёл, а кто выпить Мы их сразу видим Итак, кого из сидящих перед вами Вы можете опознать Так я всех могу опознать Редкий день у Стёпка Арчукова не встречу Я спрашиваю, есть среди этих троих тот Кого вы задержали 14 июля У шоссе на 319 километре? Так Вы чарушены, вы товарищи понятые, останьтесь Остальных попрошу выйти Чарушин, вы останьтесь А я спрашиваю... Я спрашиваю, не то, что я не мог врагу И эту троих темно-то, что я не мог И я не мог бы Покueю, а я не мог бы Дэв, я не мог бы Покупить До свидания Так, Евдоким Евдокимович, 1907 года, пастух пригородного хозяйства Садитесь, Чарушин Садитесь, садитесь Так, вот, Чарушин, ваши прежние показания Почему вы задержали его? Так ведь бежал же Так, ну дальше А чего дальше? Повели Ну и что он, вырывался или охотно шел? Ну, ясное дело, вырывался Человека, когда схватишь, он обязательно вырывается Так, значит, вы схватили его и повели А он пытался вырваться Дальше Так разве ж вырвешься у Федьки Молоденкова Такой здоровенный дурон, он и прием знает Сразу руку заводит за спину до самого затылка Ну где ж тут вырвешься Покорился, а потом заплакал даже Он плакал? Так, это очень важно Правда плакал, я и забыл Так, и при этом вы заметили, что задержанный вами шофер был пьян Вы слышите меня? Чарушин Постойте, Чарушин, что вы мнетесь? Это же не я заметил, это вы заметили, что он был пьян Так чего вы теперь жмете плечами? А кто его знает? То есть, как кто его знает? Я не кого-то, я вас спрашиваю Вы грамотный? Сам себя расписываю А ваша подпись? Должно моя То есть, как должно? Ваша или не ваша? Ну, моя Вы без ну, ваша или не ваша? Ну, моя, стало быть Значит, ваша подпись А показания эти ваши или не ваши? А ну, читайте, я вам буду помогать Вот, вот, вот здесь Вот это, здесь Вы давали показания Мы Так, значит, пьян был задержанный вами шофер или не пьян? Пиши пьян Встать, суд идет Садитесь, пожалуйста Пиши пьян КОНЕЦ МЕХАНИКОМ АВТОБАЗЫ Я работаю механиком автобазы КОНЕЦ Куда? Куда? Не видишь? А вы куда, гражданин? Здравствуйте! Ну что? Добро и до перерыва последний свидетель пошел. Карпухина я знаю. Шесть лет. За эти годы он показал себя хорошим работником. Он... Шесть лет знает подсудимого. Что ж дальше? Здрасьте, товарищ Никонов. Буковинов. Дальше. Работал он честно. С душой работал. Я сам таких людей уважаю, которые трудятся. В нашем деле, сами знаете, в другой раз обчасти не хватает. Бывает, сутками не уходишь из гаража. Свой своего выгораживает. От Карпухера сколько работаю, слова не слышал. Раз надо, значит надо. И спорить не станет. Или там уговаривать, как другие. Я тебе сделаю, а ты мне за это выпиши. Уважаю таких людей. Работал честно. Вот хотя бы Дуся могла сказать. Когда шла за него, находились отдельные несознательные женщины, которые разное мнение высказывали. Молдявка молодая, а он из заключения. Но мы очень хорошо понимали, что никаких таких мнений быть не может. Анкета его в отделе кадров лежит. Запертая. А ей жить с человеком. Я ей лично на это указывал. Вот скажи, Дуся. Судов скажи. Указывал я тебе на это лично. А вот машина обвиняемого перед выходом в рейс была проверена? Сам проверял. И тормоза были в порядке? Отвечаю за это. Да, у меня вопросы есть. Скажите, свидетель, сколько лет вы являетесь секретарем партийной организации? Третий раз выбрали. Значит, третий год. Тогда я вам прочту ваши слова. Вот вы сказали, анкета в отделе кадров лежит запертая, а жить ей с человеком. Что вы этим хотели сказать по отношению к обвиняемому? Так ведь в анкете всего не напишешь. Там на каждый ответ одна строчка дается. Да, нет, помещается. А больше места-то нет. Вот это и сказать хотел. Известно вам, за что в прошлый раз был осужден подсудимый Карпухин? За воровство, не так ли? Да какое там воровство? Добрость была, а не воровство. Еще у меня вопрос. Помнит ли свидетель, как полтора года назад на автобазе возникал вопрос об увольнении Карпухина за систематическое появление на работе в нетрезвом виде? Ну что, то есть? Я не так и не знаю, что жабры взяли. Да, тихо! Я не знаю, что жабры взяли. Я не знаю, что жабры взяли. Что стало? Ну, в этом нам как раз и предстоит разобраться. Но я вам вопрос задал. Свидетель, вам понятен мой вопрос? Свидетель, государственный обвинитель спрашивает вас. Помните ли вы, как года полтора тому назад возникал вопрос об увольнении обвиняемого Карпухина за систематическое появление на работе в нетрезвом состоянии? Было это или не было? Было. Я хочу задать последний вопрос. Вы третий госсекретарь партийной организации. Вы обязаны хорошо знать людей. Напомню, после отбытия заключения, когда ему были предоставлены все возможности честно трудиться, снова заслужить доброе имя и уважение людей, он продолжал вести себя недостойно. И вот совершил преступление. Причем у нас имеется свидетельство, что совершил его в нетрезвом состоянии. Так я вас спрашиваю, сходятся ли эти факты с портретом подсудимого, который вы здесь нарисовали? Или они находятся в полном противоречии? Я спрашиваю. Вы обязались говорить саду правду? Я протестую. Николай Ефимович, государственный обвинитель поставил опрос в такой форме, что я разрешаю вам на него не отвечать. Вы можете не отвечать. Еще вопросы у обвинения? У меня больше вопросов нет. У защиты? У вас, когда вы говорите, вы мне не упили, но не пили. Вы не пили? Я не пил. Считаю, необходимо сделать заявление. Прошу занести это в протокол. Материалами следствия и в судебном разбирательстве медицински не установлено, что мой подзащитный в день происшествия употреблял алкогольные напитки. Ну, если вопросов нет у меня, если разрешите, вопрос у меня к товарищу Бабкову. Свидетель Бабков, встаньте. Вот как специалист, как шофер в Исабии, вам обстоятельства дела знакомые. Вот скажите суду, мог он, вот гражданин Карпухин, мог он при этих обстоятельствах быть невиновным? Мог. То есть даже не то, чтобы просто совсем не виноват. Ну что ж, перерыв 20 минут. Перерыв. Слышишь, Дуся? Перерыв. Коля! Что? Ты обещал, что ты слов отдам! Да нельзя, нельзя. Вот так, брат, гражданин начальник, для родной жены убийца я, даже для нее. Перед судом не виноват я. А перед ними... И не пил я, и не убивал я. А двоих детей сиротами сделал. Посади меня сейчас за руль, так я машину не поведу. Убийца я. Любопытно, с какой целью и к скамье подсудимых тоже прибит инвентарный номер? А? Что это? А, а ведь верно. Вот что значит свежий глаз-то. Знаете ли, за всю мою практику, должен сказать честно, не было случая, чтобы обвиняемый пытался унести с собой скамью. А вольные граждане, так они вовсе на нее не посягают, не стремятся. Держи. Да. Да. Что ж вам так мучить себя? Чуть отложить можно заседание. Я бы отложил, Егоровна. Только время мне на это не отпущено. Владимир Михайлович, пора. Ух, вот он мой третий звонок. В этот последний вечер погибший Мишаков шел проведать престарелых родителей. Что подтверждено показаниями свидетелей Кучина и Горобца. Он был единственный сын, единственный из троих сыновей, вернувшийся с фронта живым. В этот вечер у них еще был сын. Как поступает Карпухин, сбив Мишакова? Он бросает потерпевшего, бросает машину и пытается скрыться. Бросает человека, который в тот момент, возможно, был еще жив. Что заставило его поступить таким образом? Он пытается скрыть то отягчающее обстоятельство, что он был не трезв. Это подтверждено свидетельскими показаниями Чарушина, Молоденкова и граждан Рыжова и Кольсничука, оказавшихся вблизи места происшествия. Как видите, здесь не было случайностей. Действия подсудимого последовательны. Здесь разматывалась цепь событий, закономерно связанных между собой. А между тем, ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного разбирательства, Карпухин так и не признал своей вины. Не захотел раскаяться. И тут я обращаю ваше внимание, товарищи судьи, на личных подсудимого. Карпухин был судим ранее, отбывал наказание. Ему была дана возможность вернуть себе доброе имя. Он не воспользовался этой возможностью. Когда я закончу, предоставлю слово защите. По нашим гуманным законам, во всех случаях, последнее слово остается за защитой. И вполне можно ожидать, что защитник будет говорить о гуманизме. Я тоже считаю нужным сказать несколько слов о гуманизме. О высшем гуманизме и справедливости, так как я их понимаю. В дни великих потрясений, таких как войны, человеку особенно ярко становится очевидным смысл и значение его жизни. Она может обрести огромный смысл, если несет в себе идею своей родины, идею ее борьбы. Но проходит великое время, наступают будни. И связи, соединившие нас воедино, сделавшие нас непобедимыми, исчезают как будто. Но они не исчезают. Мы каждый раз в этом убеждаемся, когда кто-либо пытается их разорвать. Никому не дано право самовольно освобождать себя от законов общества, в котором живешь. Карпухин – это человек, неумевший или нежелавший, совладаясь со своей пагубной страстью, Каждым своим действием нарушал их. Каждым своим шагом он разрушал связи, соединившие всех нас. Но чтобы обвинять, надо быть уверенным в виновности. Я не говорю, что у меня не было некоторых сомнений. Но после проверки доказательств в суде я пришел к убеждению, Карпухин виновен. Не знаю. Не закрывайте, пожалуйста. Ну, приступим к завершающему акту. Как говорится, наедине с совестью и законом. Писать нам предстоит много. Надеюсь, обстоятельства дела вам ясны. Вот статья 211 Уголовного кодекса РСФСР. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автотранспорта и городского электротранспорта. Тут части первая и вторая. Да, но поскольку часть первая предусматривает нарушение, повлекшее за собой причинение потерпевшему менее тяжелых или легких телесных повреждений и причинение материального ущерба, то руководствоваться нам придется с вами частью второй. А вот вторая часть статьи 211 предусматривает те же действия, но повлекшие смерть потерпевшего. То есть это как раз вот то, что имело место в данном случае. Так. Дальше. Наказываются эти действия лишением свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без таковых. Вот. Еще. Если мы сочтем правильным назначить обвиняемому минимальное наказание, то статья предоставляет нам эту возможность. Вам понятно? Да. Ну, назначая наказание без лишения свободы, собственно, конечно, назначение любой меры наказания уже есть осуждение. Но мера не может быть выбрана произвольно. А, собственно, сама по себе она уже имеет большое воспитательное значение. Ну, вот. Я думаю также, что у нас нет нужды руководствоваться и высшим пределом. Да, но это должны уже решить вы, заседатели. В чем, так сказать, вам представляется полная, ничем не стесняемая свобода. Да, знаете, в нашей профессии, да как во всех профессиях, есть своя профвредность. Нам иногда трудно бывает не видеть в обвиняемом преступника. И вот ваш глаз, свежий, так сказать, кстати, вспомнил свежий глаз. Очень хорошо вы рассказали про скамеечку и про это, как его, инвентарный номер. Да, да, вот, очень хорошо. Так вот, в нашем деле свежий глаз важен, как нигде. Очень важен. При этом я хочу еще раз подчеркнуть, что хотя вы не имеете юридического образования, и некоторые специальные вопросы для вас могут быть трудны, но вы такие же, такие же полноправные судьи. Наш суд состоит вот из трех человек. Совершенно справедливо. Так я думаю, может быть, мы и будем руководствоваться этим самым нижним пределом, раз такой случай специально предоставлен. Я думаю, что мы не можем руководствоваться одними чувствами. Есть закон? Совершенно справедливо. Я вас не понимаю. Что же значит? Совсем не наказывать? Но для этого мы должны быть убеждены в полной его невиновности. А, ну, хорошо. Хорошо. Вам, как не юристу, возможно, не под силу исследовать судебное заседание. Все доказательства квалифицированно обсуждать вопрос о доказанности обвинения. Понимаю, понимаю. Ну, хорошо, давайте разберемся просто. Просто вот как люди, располагающие достаточным жизненным опытом. То, что эта машина была Карпухина, и в момент совершения убийства, в момент наезда, закончившегося смертельным исходом, назовем вот так, как вам угодно, за рулем сидел Карпухин. Надеюсь, это у вас не вызывает сомнений? Никак нет. Ну, так как же вы теперь считаете? Как я вам уже докладывал. Как, как? Как я вам уже докладывал. А то, что он был пьян, и потому совершил наезд. Надеюсь, надеюсь, это тоже у вас не вызывает сомнений? Виноват. Это не было доказано. Как нет? Да. То есть, позвольте. А что же, свидетельские показания-то, по-вашему, они... Прошу прощения. Товарищ Соломатин в своем непрерывкаемом заявлении уточнил, что медицинской экспертизы не было. А свидетели... Я пьющий человек по праздникам, и знаю, в таком состоянии я не могу почувствовать запах водки от другого. Свидетели были пьяны. О чем они докладывали нам? Их показания не заслуживают доверия. Свидетели... О, басенька мой, во-первых, не все свидетели были пьяны. Зачем же всех дегтем-то мазать? А во-вторых, жена. Вы же видели, жена. Она-то своего мужа лучше знает, чем мы с вами. Вы же слышали, что она ему сказала в перерыве. Это нельзя положить в основу, Клавдия Васильевна, но я скажу вам, что на меня это тоже произвело известное впечатление. Вы что же следователю не доверяете? Следователь ознакомился, расследовал квалифицированно, а вы не доверяете? Следователю мы можем доверять, Клавдия Васильевна, или не доверять, но виновным подсудимый признается в результате судебного разбирательства. Только суд, только вот мы с вами можем признать человека виновным или снять с него обвинение. Не знаю. Я доверяю следователю. Я вообще привыкла доверять людям, тем, кто заслуживает этого доверия, потому что недоверие оскорбительное и недостойно человека. И только тем, кто доверие не заслуживает, мы не можем доверять. И мне непонятны, просто странным кажется мне сейчас поведение товарища Владимирова. В прошлом боевой офицер, люди сбрали вас с народным заседателем, оказали доверие. Вы же слушали прокурора. Прокурор для нас тоже участник процесса. Одна из его сторон, не более. Хотя, если подумать, кого он представляет, важная сторона. Вам понравилась его речь? Так точно. Речь его мне понравилась. В своей, так сказать, теоретической части. Но единственное, не могу взять в толк, почему она направлена против Карпухина. За что этого человека надо карать? Это все равно, как если бы мне отцу четверых детей сказали вдруг, что надо заколоть мою младшую дочь, и от этого троим старшим станет лучше. Излишне говорит, что отец не может допустить этого пока жив. Но я, извините, поверить не могу, что трое старших, приняв такую жертву, вообще останутся после этого людьми. Нашего дюжения ждут. Ну, хорошо. Оставим все это, и давайте поговорим, как люди, облеченные не только доверием, но и ответственностью. Бывают случаи, когда преступление само по себе не опасное, приобретает особо опасный характер. Это вот как раз тот самый случай. За два месяца второй наезд вблизи нашего города, и оба со смертельным исходом. Вы же помните, полтора месяца тому назад были избиты два школьника? Мальчик и девочка. Дети моих бывших учеников. Совершенно правильно. Я причем убийца скрылся и до сих пор не разыскан. В такой обстановке повышенная строгость не только вполне оправдана, необходимо. Ну, поймите, если мы не отреагируем должным образом, ведь народ нас не поймет. есть еще один аспект. Сейчас газеты пишут о пьянстве. Повсеместно ведется борьба. Я-то вообще против каких бы то ни было компаний. Но если в самый острый момент такого вот важного мероприятия мы вдруг оправдаем шофера, который в пьяном виде... Виноват. Постойте. Не возражайте. Я же не исследую все за и против. Я говорю о принципе. Вы понимаете, как это может выглядеть? Тут важен сам факт его воспитательное значение. Что же, мнение особое будете писать, что ли? Если позволите. Надеюсь, вы понимаете, что приговор-то вам придется подписать, хотя вы с ним и не согласны, поскольку мы оба единодушны. Ну, тогда пишите. Написать придется не дома, а здесь. Тайна совещательной комнаты должна соблюдаться во всех случаях. Как прикажете. Да, вот. Запечатайте в конверт. Разрешите листок бумажки? Пожалуйста. Вот сюда, пожалуйста. Товарищи, разрешите? Дайте пройти. Разрешите ли? Нет, вот сюда, пожалуйста. Он в своем кабинете. Дайте пройти, товарищи. Катенька. Что случилось? Товарищ Сломатин, прокурор Овсянникову плохо. Весь желтый сделался, прямо как мертвец. Он еще, когда выступал, у него температура была. Прямо такой страшный, такой страшный весь стал. Так себя не жалеть, так себя отдавать людям. Какой-то шофер, пьяница. Ты бы о нас подумал. О сыне, обо мне. Володя, скажи, что? Что нужно сделать? Доктор. Доктор. Что с ним? У вашего мужа, у вашего мужа острейший приступ аппендицита. Необходимо оперировать и немедленно. Нет, вы не в нашей же больнице. Володя, мы отправим тебя в областную. Мартынова говорит. Доктор. Мартынова, машина на месте? Срочно горсуду. Да. Скажите, Леша пусть въедет во двор с пионерского. Алло, алло. Артур Евгеньевич, хирургия. А кто дежурный? Муравич? Да. Ну что ж, отлично. Машину попросите во двор. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА МРАНДИЯ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ГРАНДИЯ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ГРАНДИЯ Ну, вот, мы тут спорим, а... Ну, не все так страшно. К счастью, не так все страшно. Да и вообще, не все так мрачно. Не все так мрачно. Не все так мрачно. Коля, иди домой. Мишаков убит силой умерзий. Ну, хорошо, хорошо. Но сейчас ты туда не войдешь? Чего зря мучиться. Иди домой, а завтра... Не Карпухин виноват, я виноват. Я сейчас пойду и скажу Владимиру Михайловичу. Я вот тут даже написал. Да ты что, его в больницу увезли. Что? Когда? Ой, Коля, милый, иди домой, а. Ну, иди. Иди, иди, иди. Ну, иди. Почему так долго? Что, в зал зовут? Они тут рассуждают по простоте ума. Конечно, им знать не дано. А как бы мы теперь выглядели? Дави народ. Хорошо принципиальность это стала вовремя. Что вы вклещились в меня, как клещ-то ежий. Не вполне понял. Как кто? Как кто? Они, было, колебнулись, попервах. Строже надо. Строже было, так оно и лучше. Через закон не перелезать. Да, страх потерян. Кто не грешен, кто бабки не внук. А он, подлец, яблоню под самой, под мой забор посадил. Ветки ко мне лезут, детям не запретишь. Подберет яблочко. Это что может быть, смертоубийство? Да вы про что говорите? При чем тут ваше яблоня? Совсем про другой разговор. Строже, но и проще. Удар вдоль ворот. Удар, гол! Моментально тбилисцы сравняли счет. Последовала подача справа. Последовала подача справа и набежавшей Гавашеле головой. Молодой человек, я же вам объяснила. Да вы только спросите, он примет меня. Товарищ прокурор не у себя в кабинете, у нас в свои порядке. Больной послеоперационный, а вы уже третий посетитель. Подождите. Я узнаю. Подождите. Ну, я же говорил тебе, какие гостинцы после операции. Уж придется нам самим за его здоровье. А через недельку Владимир Михайлович снова будет на своем посту. Уж вы бы его не беспокоили. Каждый человек имеет право болеть. Так что ж предоставьте ему эту возможность. Его хоть болезнь оправдывает. Ой-ой-ой, пожалуйста. Помогите мне лучше халат развязать. Чего-то там у меня вон... Вот еще он позаело, чего-то там. Поухаживайте уж. Нил Сергеевич, кому, зачем принесен в жертву Карпухина? Кому может стать от этого лучше? Ведь он убийца, как тот кирпич, который на голову свалился. Очень любопытные соображения. Почему-то в вашем заключении я этого не читал. Вы вправе мне это сказать. Да уж, не прогневайтесь. Мы не Карпухина, мы свою совесть судим. Ой-ой-ой, пожалуйста, мою совесть оставьте при мне, хорошо? Хорошо, мою, мою совесть. Вот, вот с такой формировкой готов согласиться. Ну, ну что же вы там? Ваша совесть при вас. Моя при мне. А Карпухин в это время? Больной не может вас видеть. Вы уж извините. Между прочим, пока вы переживали... Спасибо большое вам. Спасибо. Пока вы тут переживаете, мы отказались от вынесения приговора. Как? Ну, вот так. Не все нам так ясно, как вам показалось. Дело поставили на доследование. Вы уж извините. Молодой человек, у нас не курят. Молодой человек, у нас не курят. Молодой человек, у нас не курят. КОНЕЦ 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 Эй, паренёк, закурить не найдётся? Километров сто, понимаешь, проехал. Ни ларька, ни магазина. Вечер, закрывались. Что, личность моя знакомая? Похож. Бывает. Всю дорогу на кого-нибудь похож. Да то меня жена и любит. Может, с кем спутала? Берите ещё на дорогу. Спасибо. Так где ж последний? Берите, берите, у меня есть. А ты что, девушку ждёшь? Придёт. Вечер хороший. И день завтра будет хороший. КОНЕЦ Продолжение следует...